Доброе утро, друзья! Долгое время я ничего не снимал, не записывал. Моё руководство хотело, чтобы я с моими парнями работал. И мы работали. Честно говоря, это совсем не значит, что тренировки были прекращены, нет, тренировки продолжались. Тем временем у нас здесь шли дожди. Давно уже хотел вам рассказать об одном из упражнений, которые я выполняю. У меня не было возможности им заниматься всерьёз. И поэтому я так периодически к нему возвращался и думал о необходимости записать это видео. Сегодня мы поговорим об откатах назад. Мы говорили с вами о небольших откатах назад в видео, которое называлось «Когда я очень устал». Там откаты были незначительные, дистанции были, может, не превышали одного метра. Они, кстати, очень полезны. Вот в практике, особенно для сохранения баланса, небольшие вот эти движения назад-вперёд. Но основное отличие от того, что мы делали тогда, и того, что я сейчас пытаюсь практиковать, это то, что даже дело не в самой дистанции, а на той стадии в процесс не вовлекалось руление. Сейчас же, по моей идее, изначально я думал развить этот навык до стадии, когда ты можешь уже буквально ехать назад. И, соответственно, тебе придётся компенсировать уходы баланса и за счёт именно руления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В качестве разминки вот я нашёл себе такую, скажем так, ямочку, в которой можно откатиться-подкатиться, чтобы, ну, как бы приступить к этому упражнению и прочувствовать такими небольшими колебаниями само движение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь, собственно, о самом упражнении. Вот здесь, на небольшом склоне, я это выполняю. Понятное дело, что поскольку движение назад, вам нужно иметь какую-то энергию, которая вас толкает назад, соответственно, это возможно выполнять только на склоне. И первая моя сложность, которая вот возникла у меня... Вообще упражнение само по себе такое очень необычное. Мне, например, даётся очень непросто. Сейчас уже получается несколько лучше, но далеко от совершенства. Так вот, вам нужен небольшой склон, чтобы вас тянуло назад. И первая моя сложность заключалась в том, что надо было перейти от движения вперёд к движению назад. Вот этот переход не удавалось выполнить плавно. И по сей день это не всегда получается. Полную остановку сделать как бы нужно, не нужно, тут я не возьмусь сказать. Но чаще всего руль куда-то заламывается для стабилизации. Вам же желательно начать откат назад прямым рулём. Это не получается. Руль чуть перекошен, потому что вы подошли к верхней точке. И вам нужен баланс, вы его чуть наклоняете для более устойчивого положения. Ну, как для статического балансирования. И откат назад получается сразу уводом в какую-то сторону. Это с опытом вот у меня начало получаться компенсировать эту штуку просто отрывом одной из ног. Я сразу скажу, что в принципе палец, например, с переднего тормоза я убираю. Поскольку передний тормоз на склоне назад практически не работает. И ноги у меня тоже не задействованы. Просто первая передача. И задним тормозом я в принципе не пользуюсь. Всё управление осуществляется рулением и сцеплением. То есть, если вам надо изменить направление движения или притормозить, это сцепление. Второй момент, который имеет значение, для меня по крайней мере, это стабилизация скорости. Получалось таким образом, что если я совершенно не контролирую скорость, по склону она может расти по мере того, как вы двигаетесь назад. И это приводит к тому, что вы просто уже не успеваете компенсировать рулём что-то. Скорость перемещения больше, чем ваши корректирующие действия просто по скорости. Оказалось, что использовать сцепление для, скажем так, удержания более-менее стабильной, невысокой, кстати, скорости, помогает улучшить качество проезда. И было совсем непросто научиться контролировать момент зацепа на колесе, когда двигаешься назад именно рычагом сцепления. Это и до сих пор ещё далеко не идеально. Ну и третья проблема, мы уже в принципе её описали, это вот эта некоторая нестабильность с точки зрения ног. Вам приходится для начала инициации отката отрывать какую-то ногу от подножки и тем самым тоже работать телом. Ну, в целом, вот оно так работает, а дальше больше-больше практики. Единственное, скажу, что у меня здесь в принципе вроде как дистанция достаточно большая, а не получается ехать прям вот так вот ехать, потому что в попытке сохранить стабильную скорость отката назад, я, по крайней мере, пока вроде как перетормаживаю. У меня мотоцикл, даже если я еду стабильно, он у меня останавливается где-то на полпути. А если я не отормаживаю мотоцикл сцепления, то он набирает слишком высокую скорость. Стальное это многократные, многократные, многократные повторения тренировки. Я задавал вопросу Патту Смаджу, который это делает. Вот эти откаты назад, езда даже назад у него просто великолепно получается. Я задал ему вопрос, как, что, где, где его советы. Он сказал, он ответил, что, конечно же, в первую очередь это многократные повторения и длительные тренировки. И второе, он говорит, что ему помогает смотреть где-то, ну, практически на переднее колесо. И тем самым он, как бы, чувствует себя, ну, что ли, более комфортно, выполняя эти вещи. Субтитры делал DimaTorzok Еще одна проблема, которую вы можете, наверное, сейчас видеть в кадре. Мотоцикл едет назад, а я остаюсь в передней позиции и, как бы, наваливаюсь на руль, тем самым блокирую возможность его поворота и ухудшаю сам себе ситуацию за счет этого. Потребовалось немало времени заставить себя двигаться вместе с мотоциклом назад, а не оставаться в передней позиции. Сейчас это уже получается, в принципе, но почему-то прилагаются определенные усилия и тратятся силы на вот эту штуку. Субтитры делал DimaTorzok Все, что нужно, это некоторое количество упорства и тренировок. И я надеюсь, у меня это получится. Вот еще один момент в прогрессии прыжки на заднем колесе. Одно дело двигаться на заднем колесе прыжками без попыток контролировать этот процесс с точки зрения направленного движения или разворота вправо, влево, прямо или вверх. И совсем другое дело, значительно более сложное, когда вы пытаетесь использовать какое-то препятствие как ориентир для позиционирования. Например, вот у меня небольшой заскок. Я пытаюсь сделать перед ним несколько прыжков на заднем колесе без движения вперед, а уже потом также на заднем колесе запрыгнуть на него. Или подъезжать под небольшими углами, что потребует впоследствии, подняв мотоцикл на заднее колесо, прыжками, развернуть его в ту или иную сторону по необходимости, в зависимости от направления, по которому вы подошли. Это уже значительно более сложная штука. Развороты получаются плохо. А вот это движение перед препятствием на заднем колесе без, скажем так, перемещения вперед уже не иногда получается. Давайте попробуем это сделать. В идеале, конечно же, надо подъехать, сделать 2-3 прыжка, запрыгнуть на препятствие и остаться опять-таки на заднем колесе, сохраняя баланс и выполняя те же прыжки. Для компенсации смещения баланса, есть возможность, выполняя хопы на заднем колесе, смещаться вправо, влево, вперед и назад. Если вы начинаете валиться назад, вы можете отпрыгнуть назад. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, пожалуй, вся история на сегодня. Я тут немножко еще покручусь, потренируюсь, попрыгаю на заднем колесе. У меня, правда, порвалась одна из спиц, заменить ее нечем. Не ломаться вам желаю, тренироваться вам желаю. Ну и хорошего дня, а завтра, ввиду того, что мне таки привезли обод заднего колеса, будет «Мотокросс». Увидимся! Блин, бревнышко меня подкосило. Вот так вот. Сада-ка! П enemies! Ха-ха-ха! Субтитры сделал DimaTorzok